Здравствуйте! 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 Так, ну что мы должны сделать? Куда двигаться? Отпахивать, чуть-чуть пока с шаговом уже не будет. Так, ну самое главное, кто здесь будет работать? Вам-то нравится и кто будет услугу получать? Очень нравится! Я участковый терапевт, меня зовут Ирина Анатольевна Булжина. Я работаю в этой поликлинике с 1998 года. Приходила еще в здание маленькое-маленькое, была немножко удивлена, потому что приехала из Казахстана, и меня было удивительно, что такие поликлиники есть. Но сейчас, конечно, хочется выразить очень большую благодарность всем, кто принял участие в реализации данного проекта. Это и инициативные жители, и строители, и руководители всего уровня, и кураторы проекта. Хочется также сказать большое спасибо за эти прекрасные условия, что подарили нашему коллективу возможность работать в этих прекрасных условиях. Современное оснащение здания, аппаратура. это делает возможным и более доступным жителям нашего района получать квалифицированную медицинскую помощь. Вообще, спасибо за сказку. С какого дня-то здесь трудиться будут? Где у нас министр-то? Когда трудиться-то начнут? Здесь. Давайте с сегодняшня уже никто отсюда не уходит. Ни один человек. Михаил Александрович. Где у нас Михаил Александрович? Он занимался службой спасения. Бульдозер сейчас сюда везут. Там все успели взять? Нет. Если не успели, берите. Подгоняем бульдозер и все зачищаем. Чтобы настроение у вас было хорошее, туда не смотрели, скажите, как мы там трудились. Поэтому вам огромное спасибо, что несмотря ни на что вы самое главное оказывали и оказываете жителям помощь. Вот это очень важно. Это говорит о чем? Потому что ваше воспитание, ваше образование, оно именно нацелено на человека. Когда именно так, тогда у нас все получается. Поэтому сегодня мы присутствуем на мероприятии. Я думаю, что, наверное, все уже сейчас скажут коллеги, кто строил, кто принимал, что, наверное, завершили все вещи. Не просто нам давался этот объект, учитывая, что дом Вячеслав Викторович построил раньше, еще ряд объектов социальных. А вот эту часть мы давно не строили поликлиники. И Леонид Александрович сказал, что это много лет назад. 20 лет ровно. 20 лет тому назад. И в 2009 открывали 20 лет. Поэтому подзабыли, как строить такое учреждение универсальное. Но ничего. Поэтому сообща удалось все-таки завершить. И я думаю, мы сейчас посмотрим вместе с вами. Самое главное, когда мы встречались в 47-м лице, и подходили жители и говорят, у нас вот там часть поликлиники, там часть поликлиники, там часть поликлиники. Было сложно понять, как это все происходит. Но когда мы приехали сюда, говорят, так оно и есть. Поэтому самое главное, чтобы оптимально надо все-таки и по доступности смотреть, чтобы жителям было здесь удобно. А чтобы было удобно, Наталья Васильевна к открытию поликлиники все-таки приобрела два автомобиля всей проходимости, как они правильно... Нива, да? Нива. Поэтому будете и на обслуживании есть к жителям, соответственно, и подвозить, кого необходимо надо сюда, кроме той службы, которая у нас, предсоцзащитой, в рамках программы демографии сегодня с этого года практически начала работать. Вот такая поддержка еще. В этой части, в рамках национального проекта мы сегодня обеспечиваем территории для подвоза жителей, особенно с отдаленных территорий, первично. Это кто пользуется гемодиализом, учитывая сложность жизненной ситуации, и не всегда такая возможность была именно совместить все с возможностями скорой помощи. Поэтому это тоже улучшение возможностей для наших жителей. Ну и, конечно, в рамках национального проекта приоритет здравоохранению. Мы начинаем со следующего года строить онкологический центр, самый современный, я думаю, будет в Российской Федерации, принципиально важно. Сегодня работаем над документацией, чтобы поставить уже техническое задание. Противотуберкулезный диспансер будет тоже современный, и тот, и другой, где-то примерно стоимостью 6-7 миллиардов рублей, чтобы для понимания какие-то сложные современные проекты. Но надо их обязательно делать, строить, потому что вызовы заболевания, которые имеют место быть, сегодня, и надо этому противостоять. Поэтому этому должны противостоять специалисты с хорошим, современнейшим образованием, с хорошим, современным оборудованием. Вот эту часть будем решать. Ну и вообще, теме онкологии в национальном проекте уделено самое большое внимание, самое большое финансирование с текущего года уже на всю затратную часть. Понимаем, что там все это не просто происходит, и жители наши должны это почувствовать. Поэтому задача вот таких, не окраина, а как мы всегда говорим, начало города, микрорайон Илшанка, Ленинский район, поэтому тоже приоритетна сегодня поликлиника. Следующий год в Солнечном, два, тоже будем строить на 500 посещений новую поликлинику, учитывая, что очень по плотности населенный такой вот новый микрорайон. завершаем там со школами, часть школы перейдет на следующий год, и начинаем еще при поддержке наших строителей строить еще в 11 микрорайоне школу. Поэтому большие, большое количество социальных проектов, которые должны отвечать той микрозастроенной территории, прежде всего, ну и в рамках вообще национальных проектов большой подспорья. Со следующего года еще будет одна программа именно по инициативе президента нашего, первого, это укрепление первичного звена. Тоже нам принципиально важно. Это как раз поликлиники, это как раз отдаленные территории, ФАПы. Вот то, что как раз сегодня должно определять большую степень профилактические направления.